здравствуйте уважаемые вязальщицы я вас приветствую на моем канале который посвящен вязанию канал называется емеля нити меня зовут юля сегодняшнее видео будет посвящено моей недавней покупке не хочу вы что вчерашней пряжи для новых проектов проекты изделия в общем я это буду вязать для себя для своей семьи и я сейчас хочу вам показать что же я купила в магазине покупала в магазине пряжа су выбор мой пал на этот магазин потому что сравнив цены в этом магазине с каким-то другим магазинами я решила что там наиболее низкие цены может быть есть дешевле но он неудобен еще по доступности шаговой вот такой мне пакетик получился сейчас будем доставать что у меня я хотела себе я уже говорила может быть в других видео что я хочу себе в этом сезоне обновить шарф вместе с этим ну как любой девушки хочется чего-то новенького я также хочу себе новую шапку и в общем о планах наверное в другой раз и еще тут будет пару шапок и шаг ладно начну без долгих прелюдий вот такое купила пряжу это пряжа лана гросса берлин флаффи лана гросса ну лала берлин в общем это из этой пряжи я уже вязала у меня было две шапочки из такой пряжи только других цветов была серая и ярко-красная алая если сравнивать с другими цветами этой пряжи то в других цветах вот эти вот узелки которые присутствуют по всей нитке они более яркие здесь они более так сравнены с цветом с основным и не так сильно выделяются сейчас для сравнения я достану клубок с серой пряжей может быть есть месть красная то сейчас покажу вот я нашла у себя другие цвета серый и вот такой красный вот можно на красном увидеть насколько здесь пестрит полотно может быть в ниточке это не так сильно видно но когда получается изделие вот эти узелочки сильно не на нем пестрят красиво на самом деле и шапочку я вот из этой пряжи шапочка шапочку из этой пряжи носит девочка школьница мне кажется самое то что надо такая пестрота вот серый кстати в сером да не сильно видно да вот эти узелки тоже но в полотне не как-то сильнее выявляется вот они здесь белые вот он узелок вот узелок в полотне и сильнее видны может быть здесь будет тоже самый эффект тот же самый эффект будет сильно видно но пока меня все устраивает в общем это будет шарф пока не знаю каким выберу какую я выберу какой я выберу рисунок для этого шарфа предполагаю что это будет английская резинка хочется чего такого рыхлого объемного я взяла таких мотков 3 я думаю мне должно хватить он может быть будет не самый-самый длинный не самый объемный но как вот такой меняем шарф рекомендуют они вязать на спицах пять с половиной шесть но я наверное будут пробовать на пятерке хотя не хочу загадывать посмотрим что получится вот такой шарф я вообще шла за другой пряжей сейчас покажу что купил и расскажу зачем я за какой пряжи я изначально шла дальше что у меня тут еще пакетики подвинем эти моточки ну-ка 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 вот такой наверное верблюжонок да по цвету но трудно мне описать свет такой холодный кофе с молоком с серинкой это тоже лана гросса cool wool кашемир я из этой пряжи вязала девочки на заказ шапочку именно в этой пряжи нам понравилась палитра цвет и я в общем поняла ее прелесть этой пряжи здесь меринос 90 процентов и 10 процентов кашемира и общем решила что остались на этой пряжи это это будет шапка таких у меня моточков угадайте сколько я на шапку взяла мотков ну не 1 2 3 3 матка на шапку таких положу я хочу связать шапку на текущую зиму очень теплую и смотрите это мне будет комплект эта шапочка а это шарф я постаралась подобрать по цвету мне кажется они хорошо друг друга дополняют я надеюсь здесь освещение достаточно чтобы увидеть так и поставлю все это поближе получается шапочка потемнее шарфик посветлее что касается трендов этого года то в этом году модное сочетание когда не просто комплект в одной пряжи в одном цвете вот повторяет все один к одному и шарф и шапка а сейчас более в тренде когда например из одной пряжи например из одной пряжи но разных оттенков у вас комплект то есть если бы был в этом комплекте какой-нибудь цвет чуть темнее или чуть светлее уже это был бы более стильный комплект для этого сезона более модный чем если бы у вас и шапка и шарф были бы в одном цвете но я хотела так давайте начну расскажу зачем я шла я уже себе придумала что я свяжу себе шарф и шапку из пряжи инка tops модель анта это стопроцентная альпака и там мне очень понравились цвета цвета там тоже похожи вот какой-то такие оттенки верблюжий там карамельные цвета серо-коричневый такой светлый я уже все выбрала цвета вот то есть я выбрала цвета по через интернет в магазин мне понравилось я пришла в магазин взяла эти два матка и пошла значит ну практически на кассу оформлять заказ и тут мне женщина в общем который там работает менеджер говорит а не будет ли вам эта пряжа колоться и все я застопорилась я говорю не знаю но я вообще предполагала что нет но говорит разные отзывы были на эту пряжу и кто-то говорит что она колется кто-то говорит что не колется я должна об этом сказать предупредить заранее хорошо что она наверно мне это сказала потому что той пряжи тоже достаточно много же нужно да и ну и на шарф на шапку я в общем не была уверена в этом хотя я вязала из пряжи инка tops анта и примеряла эту шапку мне показалось что у нас совершенно не колется абсолютно мягкая но вот это один маленький вопрос меня ввел в ступор и ну полное оцепенение перед покупкой из этой пряжи и я решила посмотреть альтернативу я очень хотела себе шарф и шапку именно из альпаки потому что у меня уже есть один шарф из альпаки я бы показывал такую клетку но меня там все поправляют что-то не клетка шахматка как угодно и я себя снова вновь хотела шарф именно за альпаки знаю что это очень теплое будет изделие на зиму в общем я там все полочки и смотрелась из этой альпаки есть конечно другая альпака очень мягкая лана гроза перу но там она в разы дороже а именно в два раза вот ну я не хотела такую дорогую пряжу покупать думаю надо что-то более ну оптимальное по цене найти хотя это тоже конечно не из дешевых пряж в общем то совсем запредельная там по моему цена за моток 800 с лишним рублей думаю это слишком вот и я подбирала так что я тоже смотрела из одной модели пряжи разные цвета и не смогла найти комбинации таких которые бы меня устроили и я представлял себе шарф похожий на мой тоже такой пышный чтобы объемный получился мохнатый как альпаки и в общем я и цвет подбирала и в итоге я заглянула на полку где лежит вот этот лала берлин потом я рассматривала вот эту тоже пряжу и вот такую комбинацию себе придумала это будет шапка это будет шарф и теперь расскажу какую я хочу модель шапки я хочу связать шапку очень теплую на эту зиму но хочу чтобы она выглядела как ну шапка чулок шапка носок вот или классическая бине с напуском на затылке как ее по-всякому можно называть я хочу связать именно такую шапку без отворота но чтобы она была двойная двухслойная иначе спускалась на затылке и в то же время чтобы она не была измереноса но в итоге на я получилась измереноса но бог с ним и и в общем я вот эту шапочку буду вязать и почему столько нити я потому что хочу сделать двойную и внешний слой я свяжу в две нити а внутренний слой в одну нить и чтобы ну какой-то интерес тоже было в этой модели общем нет какие мысли есть и скорее всего я на вот такую шапку на вот такую модель и сделаю мастер-класс небольшая интрига вот поэтому ждите на скорее всего я сделаю мастер-класс надеюсь у меня все удастся ну если получится тот нюанс который хочу сделать там делать небольшую резинку по кромке и чтобы у меня все было красиво все получится и я выпущу мастер-класс на основе вот этой шапочки что касается шарфа да я сказал что он я хочу предполагаю его сделать английской резинкой скорее всего я так и сделаю чтобы у меня был тоже также двухсторонний каких-то других рисунков не знаю может быть узором столбики но нет скорее всего английской резинкой я вот так себе вижу попробую еще на каких спицах подойдет это пряжа на пятерки или на шестерки сильно рыхлыми не хочу делать сильно плотным тоже не что такой-то баланс найти середину вот вот такая моя покупка также еще в этом же магазине в этот же раз я купила еще одну пряжу удайте какую то же самое тоже кулу кашемир только другого цвета давайте я цветаж наверно назову этот цвет ну да вот такой его верблюжий как его назвали кофе с молоком холодный цвет 006 кулу кашемир а у флафи цвет 103 103 этот кулу кашемир цвет номер 14 он называется как темно-серый у них есть еще один темно-серый но он светлее это самый темно-серый следующий после него уже черный один мотор второй моток пусто сделала два мотка это будет у меня шапочка шапка будет мужская тоже с напуском она будет такая классическая с гладкой макушкой лицевой гладью и с отворотом свяжу покажу она будет точно такая же как я вязала шапку на заказ вот то же самое я свяжу только чуть чуть короче и сделаю и ну конечно покажу что мне там получилось не знаю с чего я начну именно но посмотрим с мужской скорее всего шапки потому что будет гораздо быстрее чем весь этот комплект сделать потому что если я свяжу вначале шапку и буду ждать пока я свяжу шарф но я не выдержу чтобы потом на шапку переходить на мужскую я лучше начали вот это сделаю шапку а потом уже за приступлю к своему комплекту что я хочу рассказать про эту пряжу значит я сказала ее состав еще не сказала метраж у этой пряжи в 50 граммах 160 метров и если ну когда вы вяжете в две нити получается полотно очень плотненький мне очень понравилось что она не слишком хлипкая и шапочку приятно держать руках она прям не тоненькая такая невидимая какая-то тонко-тонко полотно получается а плотно такое ну внушительное очень приятная на ощупь такая зимняя то есть у меня получается вот это будет шапка с отворотом в две нити и получается там где лучше будет уже ну в четыре нити практически связано шапка вот такие совершила покупки больше пока ничего не покупала но это уже так существенно я раздумываю насчет пулловера джемпера себе и может быть если мне так все понравится все устроит не знаю я буду вязать вот из этой флаффи но не из этих мотков а в смысле из этой же пряжи ну пока не уверена в этом но мне очень понравился вот этот цвет оттенок вот посмотрим ну не знаю прокомментируйте нравится ли вам вот это сочетание конечно я уже хотя я могу вернуть пряжу если вдруг я сомневаюсь пока матки не начаты в какой-то короткий срок я могу вернуть пряжу магазина не благосклонно к этому относится что мне очень приятно и честно говоря именно этот момент привлек меня в этом магазине помимо цен они берут пряжу обратно без вопросов нельзя конечно очень сильно затягивать с возвратом пряжи но если вы принесете там в ближайшую там неделю ну в общем магазин и и примут конечно мотки должны быть целые не тронутые с упаковкой вот чтобы с ними все было в порядке они мне очень сильно привлекли вот этой возможностью магазин поэтому я так по ним ну для себя тоже поняла что чем больше сервиса для клиента тем приятнее вновь и вновь возвращаться в магазин и вот так что спасибо вам большое за внимание подписывайтесь на мой вязальный канал подписывайтесь пожалуйста на мой новый youtube канал комментируйте лайкайте возвращайтесь вновь спасибо вам большое до встречи пока